...христианское гонение было. Чем оно не устраивало правительство? Хороший вопрос, вы знаете, на который наши историки самые лучшие... Я читал Болтов, например, Василий Васильевич Болтов, это знаменитый историк Санкт-Петербургской духовной академии XIX века, и не знают ответа, начинают там искать что угодно. Например, говорят, христиане отказывались приносить жертвы перед скульптурой императора. Ну, императору. Отказывались. Ну, знаете, там надо было бросить хотя бы горсть зерна на жертвенник. И говорят, вот поэтому, значит, они были людьми, которые политически явно были, так сказать, противниками власти. Странно такое рассуждение. Почему странно? Потому что иудеи тоже не приносили жертвы императора. И их не гнали за это. А христиан гнали. Так что, вы знаете, если вы почитаете научные наши изыскания на эту тему, то у вас возникнет немало недоумений, почему были эти гонения. Тем более, что часто они касались людей всех сословий. Но есть причина, о которой, к сожалению, не говорят. Причина вот какого рода. Причина то... Вы знаете, что есть люди, которые сходятся друг с другом по духу своему, и с другим духом никак не могут сойтись. Более того даже, враждебное чувство вызывает человек другого духа. Вот так и христианство заявило о таких вещах, которые совершенно неприемлемы людям, одержимым только целью и смыслом жизни земным. То есть то, что придётся оставить. Христианство говорит, что ж ты делаешь? У тебя никто не отнимает этого. Никто не отнимает. Христианство не отнимает радости из жизни, а радости из жизни этой. Но оно только говорит, не переходи в грань, ешь, но не объедайся, пей вино, но не напивайся, женись, выходи замуж, но не блуди. Понимаете? Живи в достатке, но не отдавай свою жизнь на накопление этих богатств, которые тебе бедны, тебе придётся всё это оставить, что ты делаешь. Так вот, это всё нам неприятно. Ешь, так уж знаешь как, заставь мужика молиться, он лоб разобьёт. Наша вот какая психология. Вот по этой причине христианство не было принято и не принимается. Оно выступает против того, чем мы живём – страсти. Мы же распаляем страсти. Вы посмотрите, всё делается что? Посмотрите, телевидение. Посмотрите, страсти, страсти и страсти разжигаются, удовлетворяются. Жить – это что такое? Удовлетворение страстей. А христианство говорит, вы загоняете под кожу жуткие вещи себе. Два совершенно взаимоисключающих мировоззрения. Христианство мешает мне! Я хочу иметь миллиарды! А оно говорит, хватит с тебя того, что у тебя есть на жизнь. Представляете, какой ужас! Мне миллиарды нужны! А оно тут начинает мне проповедовать милосердие. Помните, что Рокфеллер произнёс? В воскресной школе. Вы, наверное, может быть, помните. Чтобы вырастить американскую розу во всём её благоухании и великолепии, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг неё. И это закон природы и закон Божий. Слышите, какой Бог? Раздави слабых! Хорош Бог! И тут вдруг Христос говорит прямо противоположное. Блаженные, милосердные, вот оно, полное противоречие! Как же тут не гнать? Долой христианство! Вот в чём причина! Вот главная причина! Сейчас вы себе даже представить не можете, какая идёт страшная волна гонений на христианство! С первых веков такого не было! Какого? Местами это было! Местами находили! Но такого глобального никогда не было! Сейчас каждые 5-6 минут погибает человек христианин только потому, что он христианин! Ни по какой другой причине! Каждые 5-6 минут вот отчитайте, уже кто-то казнён, кто-то убит только потому, что он христианин! Такого ещё, я вам скажу, в истории не было! Причём, самое любопытное, что происходит, что источником, фактическим источником этих репрессий страшнейших являются даже не какие-нибудь там, знаете ли, как говорят аборигены, нет-нет, цивилизованный Запад! Вы знаете, что сейчас происходит каждое, вот, например, Рождество празднуется там в Европе 25 декабря. Сколько вандализма происходит в отношении храмов христианских, святых мест, почитаемых каких-либо святых, это непрерывно! По современной статистике, по современной статистике, сейчас христианство является самой гонимой религией в мире! Здорово! Спрашивается, почему? Что, о чём оно говорит? О прекрасных же вещах! любить друг друга, уважать друг друга, служить друг другу! Самая гонимая религия как началось в первом столетии, так и до сих пор идёт! Причём, сейчас опять вспышка! Это по временам! По временам бывали локальные вспышки, например, когда Великая Французская революция, Великая! Вы знаете, что творили там с католическими священниками, монахами и так далее? Детьми! Великая Октябрьская революция! Сейчас всё пытаются многие сгладить! Что вы! Какие ужасы творились! шло именно уничтожение всего, что связано с именем Христа? Прямо идёт от богоборчества! Вы знаете, что Рим был покорителем очень многих народов. Но чем он отличался? Покоряя другие народы, которые исповедовали свои религии, что делал Рим? Вы думаете, он боролся с той религией? Нечего подобного! Брали статуи этих богов, статуи этих богов, привозили в Рим, создали храм, храм, подоставили эти статуи, так, что каждый приходящий в Рим мог молиться перед статуей того бога, который для него наиболее приемлем, что ли? В Риме была потрясающая религиозная свобода, которую редко можно было даже встретить в Древнем мире! Потрясающе! Каждый мог верить в кого угодно, во что угодно! Всё было позволено! Храм Пантеон! Пантеон! Всех богов! Пожалуйста, вам! и вдруг представьте себе! Вдруг Рим запрещает христианство! Запрещает всё! Наш историк, знаменитый Василий Васильевич Болтов, значит, объяснение пытается найти такое, сказать, христиане не приносили жертвы императорам! Ну, император божествлялся, так? И по этой причине они оказались гонимыми! Но это же смешно! Почему? Потому что иудеи тоже не приносили жертв императорам! Какой же иудей будет приносить жертву императору языческому? Вы что, смеёте, что ли? Не было гонимыми! Только христианство! Запрещенная религия! Христиан ко львам! Правда, интересно? Объяснений? Нет! Потому что единственное объяснение, которое пытается дать Болтов, оно не выдерживает критики! Но, говорят так, сапиэнти, сад, с понимающего достаточно! Христианство было бы уничтожено моментально, но это мощь чрезвычайных дарований, когда одним прикосновением христианин мог исцелить от любой болезни! Когда дары прям пророчества, дары воздействия такие необычайные, это, конечно, потрясающе! Поэтому, несмотря даже на эти жестокие законы, люди-то тайны же проходили, там человек исцеляет. Кем? Бог необыкновенный! христианин несмотря на жесточайшее гонение, к 313 году христиан было уже столько, что Константин Великий объявил христианство религией дозволенной. В 313 году, слышите? А уже при Нероне уже что делали с христианами? Что делали с ними? Сжигали, отдавали зверям на растерзание, пригваждали к крестам и так далее. Удивительное явление! Не знаю, что вам объясняют по истории церкви, я не знаю, да, но, по крайней мере, как мне кажется, этот вопрос так и остаётся достаточно открытым. Я просто к чему это говорю, что негативная христология, она началась с распятия Христа, но если там была открытая борьба с Христом, то теперь в 20-21 веке идёт борьба, борьба, видите, какими средствами? Насмешками, дискриминацией, да, тоже убийствами, вандализмом и так далее. Мы вступаем, я боюсь, круг не возвращается ли к тому началу, из которого всё началось. Итак, сейчас мы сталкиваемся, просто я картину вам немножко нарисую, с возвращением гонений на христианство. Как гонений физических, так и гонений, что гораздо, то есть не менее, конечно, тяжело, не менее страшно, гонений идейных, идейных, но, может быть, еще более ужасные, что извращают полностью христианство во всех, во всех истинах, которые оно исповедует. Всё извращается до последнего. Любую истину возьмите, учение о Боге, о Христе, о спасении, что угодно, всё извращено. Субтитры создавал DimaTorzok